У меня в гостях человек, который представляет не только российский шоу-бизнес, но и реальный бизнес. Поэтому его рабочий день состоит из двух частей. Первая половина отдана офису и делам, связанным с крупнейшим многопрофильным холдингом, а другая проходит в стенах музыкальной студии. Но и в шоу-бизнесе он не только исполнитель. Мой герой создал музыкальный канал и организовал международный фестиваль в родном городе Баку. У меня в гостях Эмин Агаларов. Эмин, здравствуй, спасибо огромное, что пришел ко мне на программу. Здравствуй, Лен, спасибо за приглашение. Очень рада тебя видеть, да, и очень хочется с тобой поболтать. Традиционно первый вопрос даю по поводу девиза, там, слогана или какой-то, может быть, фразы, которая тебя или характеризует, ну, или, может быть, просто по жизни тебя сопровождает, помогает тебе. У меня есть две фразы. Одна – это цитата Григория Викторовича Лепса из песни «Я счастливый, как никто». А вторая, конечно, «Работать, работать и работать», потому что ставишь перед собой цели, и чтобы к ним прийти, естественно, каждый день для этого что-то надо делать. А я целей ставлю много, поэтому движусь все время в разном направлении, но всегда вперед. Ну, ты нереальный трудоголик, ты только что сказал, что ты уже успел с утра уже клип снять, да, и поработать. Интересно, вот эта трудоспособность у тебя врожденное качество, или все-таки ты себя так сделал, скажем, ну, воспитал так? Ну, во-первых, всегда было понятно, что бездельником быть не получится, очень строгий папа был, когда я был совсем… Ну, то есть это заслуга все-таки, да? Ну, родители, конечно, они как бы это в что-то вложили. Но главное, что вложили – это стремление, то есть хочется стремиться, и ты понимаешь, что меня же никто работать сегодня не заставляет. Однозначно. И я действительно делаю это в удовольствие, причем и мой основной бизнес, которым я занимаюсь каждый день здесь, в офисных условиях, и то, что я делаю после работы – это музыка. Соответственно, и то, и то можно назвать работой, но, в принципе, и то, и то – это удовольствие. И я счастлив, что имею эту возможность, я думаю, что мои проекты, они как-то заметны, и, в общем, все хорошо. Ну, вот я как никто понимаю, конечно, вот это сочетание бизнеса и творчества, и я прекрасно понимаю, что у тебя наверняка нет свободного времени. Или оно все-таки есть? Его нет, но я его пытаюсь всегда для себя организовать, какие-то выбираю прямо дни, говорю, что вот этот день в календаре я его квадратиком обрисовываю, ничего, чтобы у меня не было. Ну, даже хочется какой-то день с детьми провести полностью, или просто ничего не делать, и какие-то вещи не запланированы. Вот у меня в новогоднюю ночь сюрприз – у меня Новый год, день рождения мамы, и у меня вдруг, вот меня обрадовала жена, родила мне ребенка 31 декабря, дочь. День рождения твоего. День рождения мамы, да, и в Новый год. Я поэтому теперь 2 января, я каждый год вычеркиваю, точнее, 1 января у меня больше не существует в графике, потому что я праздную Новый год, маме на день рождения, дочке день рождения, и 1 у меня такой, этот день такой свободный. Мы говорили про твою творческую плодовитость, и такое количество клипов, которые выпускаешь ты, мне кажется, ни один артист на такой не способен, правда. Это же вопрос даже не только затраченные деньги, но это все-таки эмоции, это творческая задумка, это все равно все в совокупности бывает, знаешь, такое же… Процесс целый. Да, выхолощенность даже творческая у многих случается, да, что вот и с такой-то именно завидной периодичностью это делаешь, вот, допустим, там у тебя невероятно вышло летом, да, потом после этого осенью вышло там пару клипов. И вот я хотела поговорить именно еще про невероятное, потому что там есть в этом уникальность, да, именно что-то есть 2 версии клипа, расскажи про нее. Да, мы когда задумывали, вы абсолютно правильно заметили, что каждый клип, каждая песня, это все такой процесс, который погрузиться, невозможно это делать, как бы на потоке, как производство, там, не знаю, конфет условий. И с невероятным, мы с режиссером, я говорю, мне очень нравится эта песня, и я понимаю, что там должна быть красивая девушка, но я не хочу снимать опять вот обычную такую, как бы, историю. Он говорит, давай попробуем делать вертикальный клип, который смотришь на смартфонах, и когда ты нажимаешь на ютюбе на этот клип, он у тебя выворачивает эту вертикальную картинку, ничего не обрезается, он так и снят. Я говорю, а как это мы будем снимать? Он говорит, если ты помнишь, был один фильм, где каждый кадр снят с трех ракурсов, и ты можешь вот в каждом окошке видеть одно и то же действие, снято не разными дублями, а одним дублем, что немножко сложно. Вот в этих окошках. И мы попробовали, на роль согласилась Диана Пожарская, которая в итоге стала главной героиней моего фильма, которым я занимаюсь сейчас уже последний год. Ким Жаром, да? Ким Жаром, да, где тоже снялись все артисты. И Диана потрясающая актриса, и она как бы, она сыграла в этом клипе. Я, естественно, как всегда ходил просто за ней и делал вид, что я понимаю, что я делал. И получился клип, который, как будто удивительно, он снят очень малобюджетный, и как раз весь кайф именно в идее, который стал достаточно популярным. Там набрал какое-то количество миллионов просмотров очень быстро. И песня стала большой песней для меня. Для телевидения мы его адаптировали, естественно, потому что телевизионный формат он горизонтальный. Но зато до сих пор, если вы смотрите его на Ютьюбе через какой-то девайс, а сегодня много клипов просматриваются через девайс, вы видите необрезанную картинку, вам не надо поворачивать телефон, чтобы она перевернулась. Крайняя твоя работа «Небо не боялись», если я права, да? Расскажи тоже про него. Кто был режиссером, кому идея пришла, я знаю, что там воздушный шар использовали. Да, «Небо не боялись», мне захотелось снять клип, который будет... Ну, песня такая, она, мне кажется, свежая, немножко современная, не характерная для меня, потому что я все-таки пою баллады в основном, такие очень среднетемповые, да, лирические песни. И я все-таки искал песню, где у меня может быть какое-то движение. И основная проблема в том, что я не очень гармоничен с этим образом, потому что мне уже там не так мало лет. Что-то должно быть с чем мне комфортно. И «Небо не боялись», как раз получилось с той самой песней. Режиссеру поставили задачу, он говорит, нужен воздушный шар. Я говорю, а где в Москве зимой воздушный шар? Он говорит, полетим в Баку, там нам не везло с погодой, потом они перелетели в Грузию. В общем, он снят в трех странах. Треки снимали в Москве, да. Получился, мне кажется, очень красивый клип, очень романтичная идея. Ну, как и песня сама. Ну, это то, что стоит трудно его описать, его надо посмотреть. Ну, дублер был вот на воздушном шаре, или ты сам летал? А я не летал. Я рассказываю в клипе. Я как бы не актер в этом клипе. Мы взяли актеров, которые отснялись, и очень красивых, необычных. Они сыграли историю. А я как бы ее рассказал через песню уже внутри воздушного шара, которую мы здесь надували специально для меня в Москве. Филантропия красной нитью проходит в жизни Эмина. Наряду с ведением бизнеса и развитием музыкальной карьеры, он не только уделяет свое время и помогает тем, кто в этом действительно нуждается, но и выступает в качестве организатора крупных благотворительных мероприятий. То, что касается елки в Вегасе, хотел спросить, были ли они такие же, как они были, как стандартные, как обычно, или что-то было новое? Ну, елка в Вегасе проходит, она и в Вегасе проходит, и в Крокус Холле. Каждый год, ну, поскольку Вегас Холл существует недавно, это второй год, а в Крокус Холле уже мы больше 9-10 лет, по-моему, нам в этом году, в Крокус Холле. Десятый год мы проводим елку. И каждый год, естественно, мы один день выделяем вот эти 6 тысяч с лишним билетов на благотворительную елку. Это абсолютно для нас такое счастье, что имеем возможность это сделать. Привозим детей со всей страны, с разных учреждений. И елка действительно красочная, красивая, очень необычная. Она с каждым годом становится еще более удивительной, потому что предпоследний я был со своими детьми, в этом году они были в Баку. А все друзья, знакомые, кто ходят, действительно приятно удивлены, что она такая грандиозная. И по линии благотворительности, конечно, мы всегда помним о том, что есть дети, которым было бы приятно, может, попасть. И все для этого делаем, это абсолютно нам удовольствие. Я как раз прочитала тоже у тебя в соцсетях, что у тебя был благотворительный концерт в Майкопе, да, в декабре тоже? Совершенно верно, да. А, и ты встретился со своим другом, да, подопечным, у которого ты... Да, это мальчик, с которым я там познакомился, который меня абсолютно перевернул в мою планету, потому что он очень талантливый и очень особенный. Он не видит и не ходит, но есть возможность, что, может быть, в ближайшее время, мы очень все на это надеемся, он встанет на ноги, он очень много для этого делает, переносит там множество операций. А самое главное, что ни он, ни его родители не теряют веру в какое-то счастье. И это очень вдохновляет и дает понять, что, когда мы мыслим и задумываемся о каких-то наших бытовых проблемах, то они могут быть абсолютно не проблемами, рядом с людьми, у которых реально есть трудности, которые они с очень достоинством, с таким большим, с улыбкой, с юмором где-то преодолевают. Я хочу напомнить тебе, напомнить нашим телезрителям, что наша программа тоже занимается благотворительностью. И сейчас вы увидите сюжет. Перед этим я хотел попросить тебя сказать о наш лозунг добрых дел. Этот мир бывает очень несправедлив и в наших силах сделать его лучше. К сожалению, не все дети появляются на свет в заложенные природой сроки, а преждевременные роды могут иметь осложнения для здоровья ребенка. Среди всех патологий особенно часто встречаются проблемы с дыханием. Их диагностируют у 30-80% таких младенцев. Так было и с Богданом Канаевым, которого сразу подключили к системе искусственной вентиляции легких. Это, конечно, непередаваемое ощущение. В этот период, конечно, только молиться и молиться, и надеяться. Когда приходишь в реанимацию, ощущаешь этот запах, и малыш твой лежит, это непередаваемое ощущение. Александра Савочкина тоже столкнулась с такой же проблемой у своих девочек-близнецов. После реанимации малышки, как и в большинстве подобных случаев, находились на кислородной терапии. Кьяра достаточно быстро адаптировалась к естественному дыханию, а Ева Мария провела в реанимации около полугода. Кроме того, в первые дни жизни малютка перенесла две операции на сердце. Ей было 800 грамм, ей нужно было делать операцию, это было уже страшно, потому что было непонятно, как такой маленький ребенок, что там вообще можно прооперировать. К сожалению, Кьяре пришлось перенести две операции на сердце, и поэтому борьба с бронхолегочной дисплазией затянулась практически на год. После реанимации и у Ани Ипполитовой подтвердился диагноз бронхолегочной дисплазии. Он не снят до сих пор. Спайки на легких у девочки так и останутся на всю жизнь. Но вначале она не могла дышать без вспомогательной аппаратуры, и начался очередной этап восстановления на кислородном концентраторе. Такая же аппаратура вернула к жизни и Гая Егорушкина, четвертого ребенка в многодетной семье. И мама малыша не устает повторять, как важна вспомогательная техника, и как непросто ее найти. Ведь кроме кислородного концентратора, нужен еще и пульсоксиметр. С пульсоксиметром была вообще большая проблема, потому что его нигде даже в аренду в частных не найти, потому что это дорогостоящий, даже просто в аренду. Без кислорода у него организм будет пытаться этот кислород забрать, и возникнет тогда изменение в легких и сердце, которое очень быстро могут привести, к сожалению, к выраженной декомпенсации с самым худшим исходом. Тяжелая форма дисплазии в 20% случаев приводит к гибели малыша. У выживших младенцев болезнь может длиться до года и завершиться клиническим улучшением. Но для этого необходима специальная аппаратура. После установления положительной динамики на искусственной вентиляции легких, врачи готовы передать родителям младенцев, но только при условии, что у них есть кислородный концентратор и пульсоксиметр. Разумеется, что средства на их приобретение есть далеко не у всех семей. Наш телеканал организовал сбор средств для покупки необходимой аппаратуры. Всех неравнодушных телезрителей просим оказать посильную помощь. Для этого вам нужно отправить СМС на номер 3434 с текстом «Кислород пробел сумма пожертвования». Например, «Кислород пробел 300». И обратите внимание, что потребуется СМС подтверждения платежа. СМС подтверждения платежа. Смотрите после рекламы. Какими воспоминаниями о юности готов поделиться Эмин Агаларов? Мог только из кармана достать комок каких-то денег, сказать, вот тебе, я говорю, спасибо, не надо. Почему много лет назад ему пришлось покинуть Россию? Разорвали лифт, вылетели там все стекла, все развалилось, рассыплась. И какими принципами он руководствуется при воспитании своих детей? Просто так, папа, я хочу, со мной не работает. Давай договоримся, что ты сделаешь для того, чтобы получить, что ты хочешь. Это программа «Север. Непридуманные истории». А у меня сегодня в гостях Эмин Агаларов. Он родился в СССР. Детство будущего бизнесмена и артиста не сильно отличалось от детства его сверстников. Игры во дворе, помощь родителям по дому и первые попытки заработать себе на карманные расходы. Но в скором времени родителями было принято решение отправить детей на какое-то время жить и учиться в другую страну. Это было в целях больше безопасности, потому что была там история и со взрывом, я так понимаю, в лифте, да? В лифте, да. И, как я понимаю, что это было, наверное, связано, что, да, с папой. Ну да, мы так толком не знаем, с кем это было связано. В доме взорвали лифт, там не очень много жило людей. На Малой Бронной, кстати. Сейчас модное место очень. Вылетели там все стекла, все развалилось. Я утро спустился, пошел в школу. Мимо этого этих развалин. То есть это было как бы отправной точкой? Ну это плюс в школе был период, когда начали приходить какие-то там такие подростковые бандиты, рэкетиры, которые что-то вымогали. Но период был в Москве такой очень, начало 90-х, очень неопределенный. Отец начал зарабатывать тогда первые какие-то существенные, наверное, деньги делать, какие-то важные проекты. Компьютерную выставку провел в 90-м году. И стал очень быстро заметной персоной. А тогда дети таких людей были, ну, в определенной опасности. Меня с сестрой отправили за границу. С другой стороны, знаешь, вот такой возраст все-таки подростковый, да? И кто-то там за тобой следил и воспитывал, или как это было? Там попадаешь в систему, за тобой следит система. То есть вовремя спать, надо собирать вовремя вещи, все это складывать. Поговорить со сверстниками. Вы знаете, может быть, то, что я упустил, наверное, тогда, как какой-то ребенок, там, 12-13-14 лет, когда приходишь домой, проводишь время с родителями на регулярной основе. Компенсирую сейчас, потому что у меня очень близкие отношения с папой, с мамой. И там с бабушкой моей. Ну, то есть обиды у тебя не было на родителей? Абсолютно. Абсолютно не было, нет. Я им благодарен за то, что они сделали. Ну, и сегодня я могу с удовольствием посидеть там вечером с мамой, посмотреть телевизор. То, чего, может быть, я не доделал тогда, когда мне было там 15-16 лет. И здесь нет никакого упущения. Почему все-таки вас с сестрой в разные страны отправили? Казалось бы, вас должны были наоборот, как-то, да? Чтобы вы вместе были. А вы знаете, это случилось так очень случайно. Сначала отправили меня в 12 лет. Потом ситуация ухудшилась. Сестре было в Швейцарии, да? В Швейцарии, да, в Америку. Сестре было 2 или 3 годика. И они с мамой и с сестрой поехали в Америку просто как туристы. И отец тогда принял решение, что пока им возвращаться не стоит. Здесь еще накалились, в общем, страсти. И так они и остались там жить до сих пор. До сих пор живут в Америке. Сестра как-то сформировалась там. Закончила школу, институт. Пошла работать. Она риэлтор у нас в штате Нью-Джерси. И возвращаться сюда не планируют. А я, поскольку единственный сын, когда мне было 21, я закончил университет. Я вернулся и как бы стал помогать отцу, работать вместе с ним. Возвращаясь в тот период, когда ты был юный в Америке. И я так понимаю, что уже ваша семья была довольно-таки уже обеспечена. И тем не менее ты ездил в школу на велосипеде. Это была принципиальная позиция? Ну, вы знаете как, отец настаивал на том, что меня может в школу возить водитель. А, все-таки это не его было решение, что ты... Нет, нет. Но мне как-то было... Знаете, все в школу приезжают либо на автобусах, либо на велосипедах, либо на мопедах каких-то. Приезжать с водителем было как-то не круто. И я ездил на велосипеде. Потом, когда получил права на мопед в 15 лет, ездил на мопеде. Как бы это не какое-то такое жесткое ограничение со стороны родителей. Мне хотелось быть таким же, как все. Не выделяться. Да, не выделяться. И мне кажется, у меня это как-то сохранилось через всю мою жизнь. Не выделяться в каких-то таких очень бытовых вещах. То есть хочется быть как-то... Тем не менее, я так понимаю, что папа на карманы расходы принципиально не выделял тогда денег. Не было такого... Вы знаете, как в Советском Союзе не было понятия карманные расходы. Когда мы попали в Америку, он даже об этом и не думал, и не вспоминал. То есть если нужны были деньги, я мог попросить их у мамы. Но как-то мне уже было, когда там 13-14 лет, я мог сделать там 20 долларов на какие-то там обеды в школе попросить на неделю. Просто тем не менее, ты очень рано ушел, как говорится, в бизнес, да, это по поводу продажи часов. Ну, это вынужденная была мера. Мне не хотелось спросить, приходить к женщине, к маме моей, что мам, дай мне денег, а тем более к папе как-то это было неудобно. Хотя он, когда уезжал, мог только с кармана достать комок каких-то денег, сказать, вот тебе, я говорю, спасибо, не надо. Но иногда все равно я брал. И это все прекратилось, наверное, лет 16-17, когда мне было, когда я уже начал зарабатывать, пытаться какие-то первые деньги, очень небольшие, продавать вот часы, матрешки. А вообще часы, вот тогда все эти заводы остались неуделом, которые производили Слава, Полет, Молния, Восток, все вот эти часовые наши советские бренды. И можно было за там 5-10 долларов, грубо говоря, покупать часы, продавать их за 20-30 в Америке. Я чувствовал себя просто гуру бизнеса в гараже, потом офис, потом два сотрудника у меня было. Все это мы днем обрабатывали, фотографировали, выставляли на аукцион, у нас покупалось. То есть вечером с тележками шли на пост-офис, отвозили, отправляли, и нам приходили чеки такие на работу потом, которые приносишь в банк, кладешь на счет, я купил с первой машины. Такой крутой чувак был. Ну и ты возвращаешься домой, соответственно, уже таким деловым человеком, и папа тебе дает, скажем, часть бизнеса в управлении. Было не совсем так, я вернулся с убеждением, что я никогда не буду работать с отцом, потому что у нас разные взгляды, видения, отец, сын, это всегда проблема. Я буду сам, я начал здесь что-то пытаться делать самостоятельно, при этом жил у него дома тогда, потому что своей квартиры у меня не было, естественно. Купил себе ГАЗ-2107 Жигули тогда за 3200 долларов, тоже сам, пошел новую, купил темные стекла, поставил на горбушке, сабвуфер, стереоэлектролюционные, эти стеклоподъемники. В общем, она у меня сохранилась, эта машина, кстати. Да ты что? Упакуя детей кота. Они не верят, что я мог на такой ездить каждый день. И отец как-то вот он просто попросил и говорит, что вот у меня есть направление, фэшн, оно убыточное, либо я его закрою, либо помоги, займись, если как бы что-то получится, будешь что-то зарабатывать. Ну у тебя не все было там гладко, насколько я знаю. Ну да, но как-то у меня вот в эту историю все... Все эти нюансы, да, и с катком, и, я так понимаю, что стекла, которые папа предложил, стемненые. Да, да, но это уже потом, потом все как бы. Естественно, есть какие-то ошибки, которые случаются по пути, но сила, мне кажется, и мудрость моего отца заключается в том, что он всегда давал мне возможность совершить ошибку. И не исправлял, потому что его позиция, что если, когда бегает маленький ребенок, если ему все время делать замечания, то он не научится нормально падать, вставать, ходить, он не поймет, что это такое. И у него такой же подход был в бизнесе. То есть какие-то, может быть, незначительные ошибки, там, неглобальные я совершал, но он никогда не делал мне замечания, никогда не исправлял. И всегда я как бы был в свободном плавании в его бизнесе. Сейчас уже я как-то креп, у меня есть какие-то свои направления. Но это все равно путем проб и ошибок, конечно. Да, да, да. Бизнес – это всегда риск. Здесь нет верного пути. Ты будешь использовать вот тот метод, который, допустим, воспитание, который папа как бы тебя воспитывает? Я буду стараться. Здесь с этим есть сложности, потому что у детей обеспечены и родители, и дедушки, и бабушки, и, слава богу, у них со всех сторон все в порядке, и все хотят их побаловать. И всегда это как бы такая проблема. Но потихонечку, когда они приезжают ко мне в Москву, остаются здесь, я их обязательно беру на работу и даю им какие-то задания. Они ходят в отдел кадров, там, бумажки-то относят, что-то. Выполняют какое-то дело, за это получают то, что они хотят. Иногда это какая-то зарплата, на которую они ходят, покупают игрушки, один экономит, не тратит. Либо они хотят пойти на фильм, в океанариум, там, неважно. И таким образом они начинают, может быть, вот в этом уже там 8-9-10-летнем, может, 10 лет. В возрасте понимать, что просто так, папа, я хочу, со мной не работает. Вот ты хочешь, окей, давай договоримся. Что ты сделаешь для того, чтобы получить, что ты хочешь? Мальчишки были ли у тебя в детском саду? Или у них все-таки индивидуальное было обучение? Мальчишки были у меня и в такой детский сад, прескул называется, дошкольник. Полусад, полушкул. В школе они в Баку учатся, сейчас в разных школах, у каждого своя компания. Ну, мы их как-то решили разделить, но это больше супруга моя, которая настояла на том, что они все в одной школе дерутся, не учатся. А в разных школах как-то у них лучше получается. Он понял, что хочет посвятить часть себя творчеству еще в юности. Подаренный мамой кассетник в корне перевернул его отношение к музыке. Заслушанные до дыр песни Элвиса Пресли, Муслима Магомаева и Адриана Челентана надолго определили вкусовые пристрастия будущего артиста. И даже сейчас иногда находят отражение в его собственных треках. Все знают, да, что твой отец был дружен с Муслимым Магомаемым, и у тебя в интернет-ресурсах бережно выложены фотографии, где ты маленький у него на коленях сидишь. И, в принципе, ты его можешь считать таким крестным отцом в своем музыкальном творчестве? Ну, наверное, да, больше, чем нет. Потому что он такой всегда был для меня таким наставником, который никогда не делает замечания, не корректирует, но ты на него всегда хочешь равняться. И этим ты как бы становишься, может быть, чуть-чуть лучше, чем ты должен был быть. А удивительно, почему он тогда не посоветовал, скажем так, чтобы ты профессионально... Ну, вы знаете как, я, во-первых, от Муслима Магомедовича всегда скрывал, что я пою, что я там что-то сочиняю. Мне было как бы всегда неудобно, чтобы он вообще даже слышал или знал. Естественно, когда он меня разоблачил, каждый раз в гостях у него дома он садился за инструменты и как бы заставлял меня петь. Это было для меня самым, наверное, тяжелым испытанием. Я никогда, выступая перед там тысячами людей, я никогда так не волновался, как я волновался, открывая рот, издавая какие-то несуразные звуки, когда за роялем сидит сам Муслим Магомедович. Есть даже какие-то кадры, у меня там трясутся и руки, и ноги. Я не смогу представить, конечно. Просто испариться в этот момент, знаешь, как мультик, что у тебя не было. Но ему это нравилось. Мы и пели, и он на ходу, он очень владел профессиональным инструментом. Он менял тональности, он из одной песни приходил в другую. И мы много с ним беседовали о том, в чьем исполнении нравится ему Май Уэй, или мне, там, Хампердинг, или Сенатора, и кто как спел. И Муслим Магомедович все эти песни пел, и Love Story, и My Way, и все это было еще в советское время, в белом костюме. То есть очень много было общих тем. И этим, наверное, в этих беседах и было его наставление. Потому что он был настолько интеллигентным и тонким человеком, что он никогда не мог напрямую сделать замечание или что-то откорректировать, боясь, наверное, тебя как-то обидеть, может быть, где-то быть некорректным. Поэтому он избегал этого абсолютно. То есть даже он говорил о том... Да, он наставил, чтобы ты исполнял, чтобы ты пел. Да, он вот как бы... В этом и были уроки музыки его. Интуитивно, он, видимо, как все равно, видимо, чувствовал, предчувствовал, что у тебя жизнь будет связана с этим. Наверное. Он всегда говорил, ты ни о чем не думай, пой всегда, только пой всегда, у тебя все получится. Смотрите после рекламы. Сколько стоит корпоратив с Эмином Агаларовым? Буду делать это редко, но за большие деньги. Почему он готов отказаться от главной роли в кино? Это очень непростая история. И о чем сейчас мечтает известный артист. Всегда хотел иметь 10 детей. Я на полпути. Это программа «Север. Непридуманные истории». А у меня сегодня в гостях Эмин Агаларов. Свой первый музыкальный альбом он выпустил в 26. Сборник англоязычных песен пользовался успехом за рубежом. А позже Эмина услышали и полюбили на территории России. Ты выпустил его 26 лет, но тем не менее, как ты был написан, он был 10 лет ранее, да, до этого? Ну да, многие песни были написаны раньше. Ты просто долго шел морально к тому, чтобы его выпустить? Или ты все время что-то там дописывал, переделывал? Я просто в какой-то момент бросил этим заниматься. Я там занимался активной музыкой в 17, 18, 19 лет, до 20. Потом приехал сюда, занялся работой. И просто на 5 лет, я думаю, что оно ушло на задний план. То есть мое музыкальное творчество ограничилось, может быть, караоке-клубом каким-то. И я думал, что я уже никогда и не вернусь к этому. А в 25 лет у меня такое осенило, что я все-таки не могу не попробовать. Мне очень хотелось попробовать стать артистом, который может что-то сказать, донести, исполнить. И я подумал, у меня такая мысль тогда была, в голове всегда, что в 35 или в 40, а мне сейчас почти 40, я этого уже не сделаю. Уже не будет, не хватит ни смелости, ни запала какого-то, ни терпения. Ну, уже будешь заниматься всем другим вещам. А я тогда был не женат, у меня не было детей. И вот если пробовать, то сейчас поезд уходит, 25 лет. Или сейчас, или никогда. И я попробовал, и вот в 26 лет, когда вышла пластинка «Стыл», песня «Стыл», она обрела как-то своего слушателя. И все получилось. Позднее ты начал писать на русском, исполнять песни. Это ты пересмотрел свое творчество? Или это уже было как бизнес-проект, ты просто понимал, что ты живешь в России, и, конечно, русский зритель хочет песни на русском? Вы знаете, первый успех мой музыкальный был у меня как раз за границей. Началось все с Лондона, с первых радиоротаций, BBC-радио, альбом, альбом недели, сингл недели. Все как-то это закрутилось. Как это произошло? Это само по себе произошло? Или это все-таки какие-то усилия? Я практически никаких усилий к этому не применял. Я записал альбом, спродюсированный был продюсером английским. У меня был менеджер, тоже англичанин. И тогда только у меня родились дети, и это был период, когда я базировался в Лондоне вместе с супругой из детей. И, соответственно, у меня была возможность сходить на радио, на телевидение, делать то самое промо, которое необходимо делать, когда ты начинающий артист. Даже если ты не начинаешь, ты тоже его делаешь. Но поскольку я находился физически там, это было легко. И альбом понравился, его поставили на радио, и три песни с этого альбома стали большими песнями тогда, в этот период в Лондоне. Потом я вернулся сюда, продолжал заниматься англоязычной музыкой, но поскольку меня там не было физически, вот эта нить, она немножко оборвалась. А будучи здесь, здесь я уже начал собирать какие-то залы, и я помню концерт в Крокус Холле, мой первый. Я много лет не давал здесь концерты, я был в других залах всегда. Очень не хотел, я стеснялся, что вот как-то так в семейном зале, грубо говоря, еще буду петь. Пел я там в «Известиях», вот, B2, B1, обижался страшно. Сделал я первый концерт, на который пришел Григорий Викторович Лепс, мы тогда только-только начинали общаться. И потом он меня посадил, говорит, слушай, крутые музыканты, репертуар все. Кто тебя понимает вообще, о чем ты поешь, ничего не понятно, говорит, надо на русском. Я говорю, что я не вижу себя в русскоязычной истории, я просто не мог себя найти в ней. Я пробовал переводить свои песни на русский язык, и они звучали как адаптация, это была такая не очень честная история. И Гриша тогда мне подарил песню, говорит, я тебе сделаю подарок, хит. Я говорю, давай, песня «Я лучше всех живу», которую я записал, записал, и не хотел ее издавать, потому что она как-то, я не понимал, как я в этом образе буду с ней. Даже она другая совсем. Совсем это было радикально другое. Но, вы знаете, из-за того, что она стала хитом, и я попробовал себя уже, примерил, как говорится, этот костюм на себе, выходя, пел те песни, которые нравились мне, свои, мои, которые я написал, сделал, сочинил, в том числе, тоже «Стил», ну и многие другие. И начинал играть «Я лучше всех живу», и зал оживал, прямо вот они ждали эту песню. То есть хит сделал хит. Сейчас ты можешь гордиться, потому что ты входишь уже в топ наших артистов, самых высокооплачиваемых. Вот если бы этого не произошло, ты бы все равно остался в творчестве, все равно бы как бы... Я бы остался в творчестве, естественно, я бы не гастролировал, я бы не... То есть я как бы понимаю, что все должно иметь какой-то коммерческий смысл. То есть я должен быть интересен как артист промоутером, в первую очередь, и только тогда у тебя будут гастроли. Потому что навязывать гастроли или искусственно их организовывать, это как бы пустая трата времени для всех. А когда это востребовано, в этом огромное счастье. И я, конечно, самое большое вот как бы ощущение того, что что-то получилось музыкальное в моей жизни, это гастроль. Потому что все остальное можно сделать искусственно, и песню записать, и клипы, и я не знаю, как-то это все в интернет можно вытащить. А собирать полные залы – это такое счастье, которое не всегда получается даже с суперталантливых людей. То есть человек может посвятить себя всю жизнь музыке, иметь образование, репертуар, песни. А вот соединиться вот так со зрителем может не получиться. Слушай, ну артист живет не только с концертов, но с корпоративов. Я не знаю, приглашают ли тебя на корпоративы. Приглашают, я стою очень дорого. Вот, кто эти люди, которые себе могут позволить корпоратив с амином? Ну это разные люди всегда. Естественно, это обычно такие обеспеченные люди, и часто это бывают какие-то корпоративные большие мероприятия. И ценность, наверное, для корпоративного направления в моем лице является именно то, что я делаю это редко. И, наверное, присутствие на корпоративе мое, оно такое имеет какое-то, ну, эксклюзивное ощущение для гостей. Потому что нечасто меня можно увидеть. Поэтому, как бы, я принял для себя решение, что я буду делать это редко, но за какие-то такие большие деньги. То есть для тебя критерии все-таки, там, неважно, кто это будет, да, главное, вот, сумма, которая готова, ну, как-то. Кто, естественно, мы смотрим, кто это. И я всегда, как бы, интересуюсь. Но мне приходится выступать, если меня приглашают на свадьбу, я, естественно, делаю всегда выступление подарком, да, или день рождения, там, друзей и так далее. А если это кто-то, кто, как бы, интересуется, как работает, то для меня это такой бизнес бизнесом. Потому что, конечно, приятно выступать перед залом билетным, нежели перед корпоративным. Ну, часто я сам организовываю корпоративы, на которых я выступаю. Поэтому тоже это может быть бизнесом. Ну, да, 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 да. Поэтому это всегда процесс такой, как бы, поиска золотой середины. Чуть-чуть про кино хочется поговорить, потому что у тебя был такой опыт и неоднократно. Первая, я так понимаю, работа была ночная смена, да? Ночная смена, да, смотрюсь. Как тебе дался этот опыт? Было ли тебе сложно, несложно? Я очень не люблю сниматься ни в клипах, ни в кино, не люблю, да. Для меня это такая, прямо, тяжелая история. Надо ждать, свет переставляют, вот это все пауза, для меня это не могу. После ночной смены я решил, что все, с кино я закончил, попробовал. Отлично, шикарно, все, движемся дальше. Потом Мариус позвонил, когда снимал бабушку вторую, что приди в кадр, пожалуйста. Естественно, мы дружим уже 20 лет, я ему не мог отказать. Пришел, снялся со славой. У меня там сцена коротенькая. Сейчас это вот кино, которое вышло в кинотеатр, вот ток-ток. Ну, уже там-то ты поймал что-то какое-то? Нет, тоже не поймал. И потом пришла ко мне идея делать кино во время фестиваля, вокруг фестиваля, и снять всю эту закулисную жизнь. И мой друг Тимур Джафаров, тоже режиссер, мой партнер, вместе с ним мы эту концепцию довели до ума. Начали процесс съемок, естественно, снимая всех артистов. Я понял, что я не могу не участвовать, я тоже буду. Уникальность этого фильма заключается в том, что это романтическая комедия. Съемки проходили в Баку, Диана Пожарская играет главную роль. Там очень крутые актеры. И это такой прям большой смешной фильм о всей нашей артистической жизни. Слушай, скажи мне, ну все-таки, если бы тебе предложили какую-то, я не знаю, романтическую роль в серьезном кино... Я бы точно отказался в серьезном кино сниматься, особенно в главной роли, потому что я как бы не соответствую тому уровню актера, которым должен быть настоящий актер. Особенно пообщавшись и поработав с актерами, я понял, что это очень непростая история. Ну как бы в музыке, если бы просто предложили кому-то сейчас выйти спеть со мной, было бы непросто. Да, как бы человеку подготовленному это легче. Поэтому надо быть профессиональным актером, чтобы сниматься в профессиональных фильмах. Точка. Твой герой как раз в фильме «Ночная смена» говорит такую фразу. Детей я люблю, дети меня тоже. И она, мне кажется, реально про тебя. И вот как раз ты уже сказал, да, что лапочка-дочка у тебя появилась 31 декабря в день рождения твоей мамы. Сколько бы ты детей вообще хотел иметь? Ну, у меня получается... Пять на двоих, да? Уже, да, пять на двоих. Четыре моих. И, наверное, нескромно бы сказать, я всегда хотел иметь 10 детей. Значит, я вскоре не ошибся, я бы что-то так и думала. Можно сказать, да. Поэтому... Но это дело не в количестве, конечно, а в том, насколько ты сможешь каждому ребёнку посвятить своё время, себя, воспитать его. С этим есть у меня определённые трудности, потому что мои вот трое детей первых, они в Баку базируются. И я к ним каждую неделю-десять летаю. На день, на два, да, постоянно. Вот сейчас мы закончим. Я думаю, что я либо завтра, либо завтра полечу. В рамках благотворительного проекта «Север. Непридуманные истории» предлагаем вашему вниманию сюжет. К сожалению, не все дети появляются на свет в заложенные природой сроки. А преждевременные роды могут иметь осложнения для здоровья ребёнка. Среди всех патологий особенно часто встречаются проблемы с дыханием. Их диагностируют у 30-80% таких младенцев. Так было и с Богданом Канаевым, которого сразу подключили к системе искусственной вентиляции лёгких. Это, конечно, непередаваемое ощущение. В этот период, конечно, только молиться. И молиться, и надеяться. Когда приходишь в реанимацию, ощущаешь этот запах, и малыш твой лежит. Это непередаваемое ощущение. Александра Савочкина тоже столкнулась с такой же проблемой у своих девочек-близнецов. После реанимации малышки, как и в большинстве подобных случаев, находились на кислородной терапии. Кьяра достаточно быстро адаптировалась к естественному дыханию. А Ева-Мария провела в реанимации около полугода. Кроме того, в первые дни жизни малютка перенесла две операции на сердце. Ей было 800 грамм, ей нужно было делать операцию. Это было уже страшно. Потому что было непонятно, как такой маленький ребёнок. Что там вообще можно прооперировать? К сожалению, Кьяре пришлось перенести две операции на сердце. И поэтому борьба с бронхолёгочной дисплазией затянулась практически на год. После реанимации и у Ани Ипполитовой подтвердился диагноз – бронхолёгочной дисплазии. Он не снят до сих пор. Спайки на лёгких у девочки так и останутся на всю жизнь. Но вначале она не могла дышать без вспомогательной аппаратуры. И начался очередной этап восстановления на кислородном концентраторе. Такая же аппаратура вернула к жизни и Гая Егорушкина – четвёртого ребёнка в многодетной семье. И мама малыша не устает повторять, как важна вспомогательная техника и как непросто её найти. Ведь кроме кислородного концентратора нужен ещё и пульсоксиметр. С пульсоксиметром была вообще большая проблема, потому что его нигде даже в аренду в частных не найти, потому что это дорогостоящий, даже просто в аренду. Без кислорода у него организм будет пытаться этот кислород забрать, и возникнет тогда изменения в лёгких и сердце, которые очень быстро могут привести, к сожалению, к выраженной декомпенсации с самым худшим исходом. Тяжёлая форма дисплазии в 20% случаев приводит к гибели малыша. У выживших младенцев болезнь может длиться до года и завершиться клиническим улучшением. Но для этого необходима специальная аппаратура. После установления положительной динамики на искусственной вентиляции лёгких врачи готовы передать родителям младенцев, но только при условии, что у них есть кислородный концентратор и пульсоксиметр. Разумеется, что средства на их приобретение есть далеко не у всех семей. Наш телеканал организовал сбор средств для покупки необходимой аппаратуры. Всех неравнодушных телезрителей просим оказать посильную помощь. Для этого вам нужно отправить СМС на номер 3434 с текстом «Кислород пробел сумма пожертвования». Например, «Кислород пробел 300». И обратите внимание, что потребуется СМС-подтверждение платежа. Хочу программу нашу закончить твоей же фразой. Любому человеку, который занимается творчеством, приятно признание. Без зрителей это хобби только для тебя и твоих друзей. А как только появляется аудитория, творчество приобретает широту, растёт ответственность. Каждая новая песня, благосклонно принятая слушателями, помогает развиваться, расти. Ведь не хочется повторяться, хочется улучшать новую музыку и исполнение. Я тебе искренне желаю творческих успехов. Спасибо. Конечно, новых песен интересных и, безусловно, в личной жизни, чтобы всё хорошо складывалось, чтобы дочёрка росла, чтобы ты мог наблюдать. И, конечно, в бизнесе тоже, чтобы всё продолжало успешно развиваться. Точно взаимно. Спасибо, что пригласили. Дорогие телезрители, спасибо, что уделили внимание и посмотрели нашу с Еленой программу. Я хочу пожелать всем, вот начался Новый год в этом году, чтобы вы все были здоровы и счастливы. И чтобы этот год был ещё круче предыдущего для каждого из вас. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok